Всем привет, с вами Алиска на Беглаб. Работаем с картами, смотрим с погодным в ближайшие дни и делаем выводы. Как лезть мы начинаем мы с Атлантики. Смотрим какие здесь процессы. Вот такой, смотрите, как медузообразный циклон. Немножко он наклонен влево. Так сказать, прицел сбит. Тут у него шапочка еще сверху какая-то. На самом деле центр циклона находится вот здесь. Он, как всегда, привязан к нефауниду. Это получается как хвост этого циклона. Но уже как отдельное формирование с субхвостами. Мы видим, что здесь как щупальцо медузы. Также вот здесь вот есть хвосты, которые к Азорским островам как раз подходят. Ну и главный хвост тут идет до Доминиканской республики. Опускается. Так, здесь что-то непонятно. Нужна помощь. Да, здесь находится циклон у нас около Бискайского залива. Южнее Ирландии. И даже здесь дожди есть какие-то. Заливают, да. Но влияние только вот на север Испании оказывает. Затем циклоны здесь у Норвегии у нас находятся. Между Ирландией и Норвегией. Вчера мы еще смотрели. Вот так вот хвост опускает в Фарерские острова. Сюда к Северному морю заходит. Но особого влияния там нет. Вот что у нас интересная картина. Где находится это с севера Африки. Мы смотрим такую полоску облачную. Да, вот редко бывают такие формирования. Настолько плоские. Прямо в соответствии с широтой. И смотрите, прям по Северному Алжиру и Тунису по побережью доходят до Сицилии. Но судя по всему он восточный пойдет. То есть сегодня может быть Сицилию накроют. Около Рима здесь тоже какая-то грозовая такая активность. Вот как раз подмигивает нам. А в Центральной Европе такое относительно динамическое спокойствие. Здесь опускается хвост от циклона, который находится в Барнцево море. Так проходит через Беломорье, через Карелию. Опускается через страны Балтии, Польшу. И вот сюда вот как раз. Вот его конец. Вот у Рима заканчивается. В восточный здесь мы видим слойку. Это уже антициклон. Центр которого находится над Казахстаном. И смотрите, он влияние оказывает, включая западную Украину и Молдову. И вот эта вот слойка, которая над Украиной сейчас находится. Только вот здесь Карпаты. Они как бы выше этой слойки. Поэтому так четко проясняется. Ну и видно, что слойка доходит и до Северного Кавказа. Самые основные события сейчас происходят, конечно же, это Греция. Здесь мы видим, что все серьезно. Дожди продолжаются. Ливни льют вовсю. Но сместился циклон уже с Греции. Больше в сторону Западной Турции. Юго-Западной Турции. И Кипр, мы видим, оказывает влияние на Кипр. Пока находится в теплом секторе. Но за ним вот уже заток сюда есть и холодного воздуха. Так что дожди сильные продолжаются. Пропустил новость. В Южном Уэльсе, Великобритании, 1 декабря образовалась воронка диаметром 15 метров, глубиной 6 метров. Что привело к эвакуации 30 домов. Связывает этот рецидент с ураганом Берт, который принес масштабные наводнения по всему региону. И ветер 120 км в час. Вот такая вот новость пришла к нам из Великобритании. Ну а так Греция сейчас, конечно, восстанавливается от этого циклона, который вызвал просто шок на островах. И в районе Солоников там тоже большие проблемы были. В Восточной Европе относительно без забот около 0 градусов практически повсеместно. Вот здесь вот в хвосте этого циклона, здесь в Санкт-Петербург поднимается до плюс 5 градусов. В Петрозаводске плюс 2 градуса. То есть очень-очень хорошо. Единственное, что проникновение вот этой вот... У земли находится холодовая линза, так называемая, да, буквально пару сотен метров. А сверху находится здесь юго-западный ветер, теплый. И поэтому если выпадают осадки, они выпадают в виде гололеда. Вот это вот составляет проблему. И мы видим, что это северное Поволжье, как раз в сторону Коми. Гололедные такие отложения происходят. Ну и в Придурале, кстати, тоже мы видим здесь гололед. Так, ну вот 2 декабря в Архангельске температура воздуха повысилась до рекордного значения. Плюс 5 градусов. Еще теплее, плюс 6 было в Онеге. В Карельской сортовали плюс 6,9 градусов. Это было выше, чем в Крыму, потому что в Ялте было всего лишь плюс 6,8 градусов вчера. Вот такие вот перед этим хвостом события происходят. Ну и утром 3 декабря, то есть сегодня Архангельск остался без снега. Мы видим, что весь снег в Архангельске растаял. Но это не проблема. Видно, что насыпет еще. И здесь немножко со стороны Скандинавии все-таки прохладно. Здесь фронт идет вместе с этим снегом, да. За ним здесь даже днем минусовые температуры. Хотя вот сейчас Петрозаводск, Санкт-Петербург, пока что еще тепло. Все прекрасно. Вот такие вот новости у нас поступают. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас в других регионах. Мы видим Казахстан. Здесь находится в зоне облачности. Но больших осадков нет, потому что это слойка тонкая. Осадки только вот в предгорьях на востоке. Температуры соответствующие. Бишкек минус 2 градуса. Алматы минус 1 градус. Дневные температуры. Ну и здесь в республиках Центральной Азии 4-8 градусов. Примерно вот в этом диапазоне сейчас. Вот хвост от циклона, который находится у Ямала. В настоящий момент. Давайте посмотрим, как он выглядит на карте. Вот так вот хвост больше прослеживается. Лучше, да. Опускается в сторону Южной Сибири. И давайте заценим, что здесь происходит. Здесь мощные снегопады. На западе гололед возможен. В Томске минус 4. Новосибирске минус 5. Барнаул минус 8. Смотрите, чем южнее, тем холоднее. Онгудай минус 10 градусов. Кызыл минус 13. Улангон минус 18. Севернее видно Красноярск минус 6. Братск минус 7. Иркутск минус 16 градусов. Видите, прям настоящий мороз. И над Монголией тоже мы видим минус 17 градусов. Такие температуры. В Китае, там на северо-востоке, обратите внимание, минус 27 градусов. Уже такие серьезные морозы. Благовещенск. Здесь находится антициклон сейчас на юго-западе Охотского моря. Но в его холодном секторе как раз заток холода с Якутии происходит, где за минус 30 градусов мы видим такие температуры. И, соответственно, там заснеживает, там, скорее всего, какие-то метели. Ну и на Амуре, обратите внимание, минус 18, минус 19 градусов. Во Владивостоке минус 8 градусов такие температуры. Это замороженные и Кореи тоже. То есть, выглядит все очень-очень холодно даже днем. И Пекин всего лишь плюс 3 градуса. То есть, еле-еле держится в плюсовых зонах. И Запад Китая уже подмораживает. Видно, что когда через Забайкалья прям морозы сюда устремились. Забайкалья в Чите минус 20 градусов. Вот так вот консолидация морозов происходит в самой Якутии. Вот в Жиганске минус 35 градусов. А с другой стороны, смотрите, в Магадане здесь обратные процессы происходят. Здесь поступает тепло с юга вот отсюда, прям с южного Тихого океана через Курильские острова. Поднимается, ну, сегодня чуть прохладнее, минус 5 градусов. А вчера был установлен максимум. Температура достигла плюс 2,3 градуса. Прежний рекорд был плюс 1,7 градусов. В 70-м году был установлен. Ну и, соответственно, здесь поступает теплый воздух. И в Восточной Якутии слегка. Поэтому там тоже температура теплее. Теплее гораздо, чем они должны быть. Вот такие вот у нас новости приходят с Тихоокеанского региона. Так, ну что, давайте дальше пойдем. Теперь посмотрим, где еще у нас, какие процессы происходят. Индия, да, здесь южная Индия. Здесь непросто. Здесь этот циклон Фингал. И вот новый циклон уже на Западе здесь сформировался. Да, здесь мощные грозы. Мы видим осадки. Значит, о чем пишут индийские средства массовой информации? Произошел скотт оползня в воскресенье. И в результате этого 4 человека погибли. Судьба троих неизвестна. За 34 часа выпало 217 миллиметров осадков. Вы знаете, в некоторых городах такое количество выпадает за год. Да, тут буквально за считанные часы, конечно, очень-очень большое количество выпало. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Теперь у нас здесь мощные осадки в Индонезии тоже наблюдаются. Да, в Малайзии тоже мощные осадки. Наводнение. Вчера унесло жизни 6 человек. Ну и, соответственно, 134 тысячи размещены в центрах помощи пострадавшим. Представляете, какие объемы, какие охваты. То есть, больше сотни тысяч человек в результате пострадало. Так, ну и Австралия здесь, как всегда, все сверкает. Каждый день продолжаются колоссальные выбросы энергии. Хвосты Сантактиды так и достают, пересекая регион. Но только западная Австралия немножко прочистила. Здесь, правда, тоже хвост пытается достать. Но что-то у него силы уже маловато. Немножко здесь и в Новой Зеландии тоже есть осадки. В Южной Африке вроде как стабилизировалась погода. В эквенториальном поясе там угроза. Это нормально. Ну и смотрим Южная Бразилия, Рио-Гран-де-Зул. Здесь опять поступает сообщение о мощных наводнениях. Смотрите, какой красивый циклон. Ух ты. Он довольно-таки далеко находится от Антарктиды. Смотрите, как он закручен. Прям классика. Прям настолько вот красивый. Сюда хвост идет и как раз накрывает Бразилию, Парагвай. Боливия тоже там сообщает о большом количестве осадков. Видите, все черное здесь. Если взять Латинскую Америку, ну здесь только юго-запад Карибского моря. Да, здесь вот какие-то еще остались всякие зооявления. Севернее уже все гораздо так более прохладно. И ну и там люди разгребаются после сугробов в штате Нью-Йорк. Вот там город Копенгаген на севере штата. Там высота сугробов 149 сантиметров. Представляете, что человеческий рост практически. Но это еще не все. Есть вот новые данные. Населенный пункт Кастерленд. Там 167,4 сантиметра. Барнс. Тоже штат Нью-Йорк. 166. Форд Драм. Там 160 сантиметров. Вот. Монтигю. 152 сантиметра. Ну, как правило, они все располагаются. То есть, вот здесь рядом с озерами. То есть, там буквально 100 километров от этих озер. Там уже никаких проблем нет. То есть, там какие-то снежинки там падают и все. А вот в районе 10-20 километров от озера. Вот там вот и выпадают эти мощнейшие снегопады. Которые заставляют людей разгребаться потом. Ну, здесь видим уже зимние циклоны. Такие в Канаде. Давайте заценим, что они с собой несут. По западу Канады здесь теплый циклон. По осадке по побережью. В горах снег. Ну, а вот здесь вот холодный циклон. Находится в центральной Канаде. Здесь, конечно же, снегопады выпадают. Ну, и температуру мы видим неоднородной. На севере там мощные морозы. У Годзонова залива. И великие озера, смотрите, уже заморозились. Здесь антициклон стал над великими равнинами на Миссисипи. Скалистые горы тоже здесь антициклоны забораживают. А вот где циклон, здесь со стороны Тихого океана. Здесь прямо такая тепловая масса поступает внутрь континента за циклоном. Поэтому здесь хорошо. И то же самое Техас. Смотрите, сюда с Мексиканского залива. Заток здесь антициклон стоит. Так прокручивает. И получается, что цепляет отсюда с Мексиканского залива теплый воздух. И закачивает его в сторону Америки. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас ночью будет интересного. Примерно такие же процессы. Единственное, что обратить внимание, здесь восток Турции, Закавказья. Кавказ как-то уже прохладно становится. Ну а так, Восточная Европа в основном около нулевые температуры. Более мощные холода у нас в Скандинавии. Здесь еще антициклон становился. Балтика и Запад Европы, Южная Европа. Здесь, почему-то, около нулевые температуры. Прохладно мы видим, да, в пустынях Африки. Саудовская Аравия, смотрите, даже Аман сюда пошла. Прохлада уже такое ощущение к Индийскому океану выходит. Около залива ночью уже прохладно. Северная Индия, там Южный Китай ощущается. Но основные морозы, конечно, это Центральная, Восточная Сибирь, Якутия, Забайкалья. Приморье вот здесь прямо очень-очень мощные морозы устанавливаются и влияют на Корею. А вот в Магананской области Чукотка пока что так небольшая передышка у них от морозов. Давайте почитаем комментарии. Сергей Шилин пишет. Всем привет из Камышина. Выходные прошли отлично. Всех поздравляю с началом зимы. У нас сухо, пасмурно. Даже снежок слегка припорошил и слабый морозец. Минус один, минус два. А дальше все холоднее. Осадков не будет. Ну и хорошо. Без осадков. Может быть солнышко будет. Аня Беломестова пишет. Здравствуйте, Алекс. На юго-восток Забайкалья пришла зимушка. Снежная, озорная, лучистая. Ох ты, классно. Где блуждала наша снежная красотка, неизвестно. Минус двадцать пять ночи. Всем мирного неба над головой. Евгений пишет. Бурятия тоже зима вернулась. Сегодня минус двадцать девять утром было. Хотя еще три дня назад плюс четыре было. Да, слушайте, такие перепады, конечно, если организм не адаптирован, это тяжело. Так, Роман Сорокин пишет. Циклон Сагейского моря думает идти в Африку. Ну, не в Африку, он все-таки сюда, в сторону Кипра, Ближнего Востока, пока выбрал движение. Галина Лизеру пишет. Привет, всем Кубань. Ночью было ноль, а днем плюс три. Осадков нет. Хочется уже солнышко увидеть. Все серое и уныло. Далее четыре сердечка. Это вот эта вот слойка, да, вот она устанавливается как раз в декабрь, январь, в эти месяцы висит, а в феврале ее вздувает, как правило. Зериус Настя. Планета решила озеленить Австралию, Антарктида вошла в режим берсерка. Ольга Шаламова пишет. Всем привет, Сан-Антонио, Техас, утро понедельника плюс восемь, днем обещают плюс двадцать, выходные были достаточно теплыми. Да, вот к вам как раз затоп с Мексиканского залива теплого воздуха. Маринелла Суиталина дарит пять сердечек, спасибо большое. Валентина Орлова пишет. Карелия, внимательно прослушала прогноз. Божих, сохрани нас от всех катаклизмов. Ну и так нас погода редко балует. Дайте три сердечка, спасибо вам большое. Посланница пишет. Доброго дня всем. В Башкирии продолжается ноябрьское тепло. Температура около нуля, плотная облачность. Но с пятого декабря ожидаем зимние температуры. Снега нет, если и выпадет мало и тает на земле из-за нулевых температур. Ну да, сейчас во всей Европе такая проблема, кроме Скандинавии. Так, Александр Рассказани пишет. Второго декабря было плюс три, ночью ноль. Сугробы растаяли, ноль сантиметров. Ну да, что и следовало ожидать. Алла Власев пишет. В Латвии пасмурно, но тихо, спокойно, без катаклизмов. Давите девять сердечек, спасибо большое. Татьяна Козеникова пишет. Доброго времени суток, вам Аликс. Благодарю за информацию. Беларусь, Минск, пока тепло, без снега. И дарите десять сердечек. Спасибо вам большое. Елена Уралова дарит пять сердечек. Благодарю вас, Елена. Благодарю за информацию. Спасибо вам. Вот, из Греции пишет. Стелла Войлоге Георгия. Привет из Греции. Вчера, 1 декабря, была жесть. Ветрище, дождь, это в Солоненьках. Халкидики, это наша дача, можно сказать. Повалила деревья, черепицу с крыш. Сегодня уже все спокойно. Ну, отлично. То есть, буря прошла, немножко пошумела и ушла. Так, Александр из Казани пишет. Сегодня я посмотрел, куда решил пойти застрявший циклон в Греции. И он ушел в сторону Кипра. Смотрел я по погодной карте Вентускай. Да, все, подтверждаем. Именно так. Спасибо вам большое. Так, но мы теперь давайте смотрим завтрашний день. Что нам интересно он подарит. Ну, смотрите, со Скандинавии здесь антициклон становится. Он же так прокручивается. Начинается холодовое вторжение. Поэтому завтра, 4 декабря, будет с северо-запада поступать уже холодный воздух. Здесь уже морозно. Вот здесь какая-то слойка хвоста останется небольшая. Южнее, юго-восточнее здесь так и пройдет ветер со стороны Африки. Будет задавать юго-восточные со стороны теплых морей. И поэтому даже западная Сибирь будет получать теплые флюиды. Потому что циклон будет находиться над Таймыром. И он за собой затягивает туда теплый воздух. Это даже почувствует в какой-то степени восточная Сибирь. Ну, а так, смотрите, в этом году Центральная Азия перекрыта. Здесь с Индийского океана как-то особо тепла-то и не поступает. Поэтому Казахстан так подморожен. Здесь локальные горы дарят свои очаги холода. И Тибет здесь тоже, смотрите, это Кламакан уже полностью заморожен. И Монголия вся замороженная. Но самая плотная концентрация мороза, на мой взгляд, это, конечно, в Приморье. Смотрите, здесь выходит даже к океану. Замораживает Сахалин, Японию, север. Да, там даже континентальную часть, ну, большой остров Японии, Хан-Сю. Затем потихонечку и Чукотку начинает отмораживать. Вот такие вот изменения процессов происходят в Америке-то завтра. Ну, здесь по центру, по Великим равнинам в Канаде будет холодно. По западному побережью мы видим, что здесь влияние океана довольно-таки выражено. Это скалистые горы и на Великие равнины с Мексиканского залива заток теплого воздуха. По востоку тоже прохладно, кстати, даже до Флориды доходит. Да, здесь циклон стоит. Так что такие вот процессы. Ну, давайте посмотрим, где у нас завтра будут какие-нибудь погоды. Ну, здесь циклон подойдет к Ирландии. Будет вынос теплого воздуха, судя по всему, в сторону Ирландии, британских островов. В Средиземноморье мы видим непогоды, да, сейчас будут немножко южная Балтика. Ну, а так основной вот хвост здесь от Ямала идет в сторону по Волжии. Здесь снежок возможен, опускается хвост в сторону Монголии. Тоже по этой полосе снегопады. Ну, и циклон здесь на Дальнем Востоке все в окрестностях Охотского моря ходит, да. Хвост опускается сюда на юг. Около Индии сохранится непогода. Там Астралия, да, там Екатерина Африка, Южная Бразилия. Так вот здесь, вот, видите, какой циклон, где он находится, разворачивается такой хвост на многие тысячи километров. И раз, и хвост заходит аж до Боливии. Вот такие вот интересные моменты. Ну, что, давайте посмотрим теперь восьмое. Восьмое, это воскресенье будет, восьмое декабря. Что здесь интересного будет? Здесь какой-то циклон будет над Центральной Европой находиться. Тут Балканы в зоне непогоды, Германия. Судя по всему, что-то будет такое. Затем еще один циклон будет над Карелией находиться. Хвост будет уходить вот сюда в сторону по Волжии. Также возможны снегопады. А над Казахстаном, смотрите, прям усиливается здесь антициклон. Прям такой мощный товарищ, да, раскручивается. И многие ядра здесь по азиатской территории. Ну, давайте заценим, что он там дает по морозам. Ну, сильных морозов, каких-то экстремальных пока нет. Ну, вот в азиатской части мы видим все в минусе, за исключением тут Южного Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, ну и стран Персидского бассейна. В европейской части здесь даже будет теплее, потому что, смотрите, с Индийского океана здесь каким-то образом через Каспий просочится теплый воздух из стороны Черного моря. И они пойдут вот сюда в сторону Западного по Волжье. Так что вот такие вот у нас ожидания на восьмое, на воскресенье. Ну, это уже будет вечерняя температура. Здесь за циклоном, судя по всему, Центральную Европу начнет подмораживать чуть-чуть. Ну, а в Евразии в азиатской части сильных изменений нет. Хотя, смотрите, здесь все-таки есть изменения. Здесь проморозит уже Туркменистан, Узбекистан. И, смотрите, выходит в Иран и Афганистан уже к Индийскому океану морозится. Вот такие вот события ожидаются. Ну, а с вами был Алекс, канал Берелабжи. Отличного проживания.